Привет, кубисты и к ним примкнувшие! Меня зовут Алексей Зуйков, и сегодня на канале мы начинаем цикл образовательно-познавательных видео о настольных играх. В сегодняшнем поговорим о настольных терминах и сленге настольщиков. Ну да, вполне казуальный такой тайл-лейнг с миппл-плейсментом, без даунтайма почти, с мажорити, кстати, и определенной долей тейк-зет. Но не филер, конечно, нет. Согласитесь, слышать подобную речь неподготовленному человеку довольно трудно. Однако многие из этих терминов проскакивают не только в речи с заядлых настольщиков, но и в моих видео. Поэтому я планирую выпустить несколько видео из цикла «Настольный словарь», в которых попытаюсь объяснить все это простым и доступным языком. Из сегодняшнего видео вы узнаете, что такое игровая механика и сеттинг, где в играх стратегия, а где тактика, кто такие гики и что же значит манчкин. Поехали! Очень часто вы слышите в моих видео термин «игровая механика». Что же он означает? Говоря простым языком, игровая механика — это набор базовых действий, общий для многих игр. Бросок кубика для передвижения фишки по полю — пример простейшей игровой механики. Или, например, сбор сетов из карт. Из разных комбинаций этих самых базовых игровых механик и состоит, по сути, любая настольная игра. При этом новые игровые механики сейчас практически не появляются, лишь видоизменяются и усложняются старые. Но исключительно на голых игровых механиках построить игру довольно сложно. И тут на помощь приходит сеттинг. Очень многие путают этот термин с сюжетом, но это не совсем верно. Сеттинг — это обобщающее слово для описания антуража игры, который включает в себя и время, и место, и условия происходящего в ней. Сеттинг может быть как довольно общим, например, просто фэнтези, так и весьма конкретным, например, Звездные войны. В идеале сеттинг должен не просто сочетаться с игровыми механиками, но и дополнять их. Согласитесь, довольно здорово, когда в игре про гладиаторов есть хорошая механика, отображающая аукционные торги за этих бойцов, а не просто набор случайных карт. Но очень странно было бы играть, например, в экономический симулятор в сеттинге лавкрафтовского ужаса. Разумеется, бывают игры и полностью лишенные какого-либо сеттинга, и называются они абстрактами или абстрактными играми. Яркие примеры таких игр всем известны и шахматы и нарды, но существует целое множество и более современных абстрактных настолок, выпускающихся и по сей день. Сеттинг в них либо отсутствует вовсе, либо накручивается сверху, чтобы игра лучше продавалась. Я бы, например, точно не отказался от таких шахмат. Закрепим понимание игровой механики на конкретных примерах. Кинь-двинь является одной из самых известных примитивных и потому таких популярных и массовых настольных механик. Бросили кубик, подвинули фишку — вот и вся суть игры. Каких только настолок не делали с этой механикой, какие другие механики к ней не добавляли и в какие сеттинги не переносили. Но к этой механике в сообществе серьезных настольных игроков по-прежнему относятся негативно и считают ее не заслуживающей внимания. В английском языке, кстати, такого пренебрежительного термина кинь-двинь не существует. Пример более сложной и современной настольной игровой механики — это deck-билдинг или, дословно, колода строения. Как и следует из названия, в таких играх вы сами собираете свою колоду прямо в процессе игры. Каждый ход вы разыгрываете карты, которые позволяют вам приобретать более ценные и эффективные карты на будущее. Это, кстати, одна из самых свежих настольных механик, которая была изобретена менее 10 лет назад. Тем не менее, доминион оказался настолько популярен, что у него появилось целое множество подорожателей. Колода строения на сегодняшний день стала уже почти что базовой механикой для многих настольных игр. Появились даже игры, где по схожему принципу игроки собирают не карты, а, например, кубики или жетоны. Поэтому сейчас все чаще эту механику называют уже не deck-билдинг, а pool-билдинг. Еще одно популярное заблуждение, с которым я частенько сталкиваюсь в комментариях, кстати, не только в настольной среде, это отличие стратегии и тактики. Тактическая настольная игра — это такая игра, в которой игрок должен выбирать и предпринимать действия, исходя из текущей игровой ситуации, здесь и сейчас. Например, пошаговое сражение, где игроки руководят одним бойцом или небольшим отрядом — это тактика. Стратегическая настольная игра — это куда более глобальный вариант. Здесь вам предстоит продумать план поведения практически на всю партию, да и вообще действовать очень масштабно. Тактика при этом может быть составной частью стратегии, но не наоборот. Таким образом, большинство настольных варгеймов — это все-таки тактические, а не стратегические игры. А, например, известная многим серия компьютерных игр «Герои, меча и магии» — это как раз самая настоящая стратегия, внутри которой есть тактические бои. Но кто же в это все играет? Самое время узнать о том, что же обозначает термин «Гик». В современном понимании «Гик» — это человек, который сильно увлекается фантастикой, комиксами, компьютерными или настольными играми, аниме, косплеем и другими не слишком массовыми хобби. Раньше гики считались более неформальным сообществом, но сейчас все больше элементов гик-культуры привносятся в культуру массовую. Фильмы о героях комиксов популярны во всем мире, в видеоигры играют даже наши бабушки и дедушки, а косплей стал уже неотъемлемой частью почти любого крупного фестиваля. Больше того, считать себя гиком сейчас даже относительно почетно и модно, хотя раньше это было практически оскорблением. Стоит упомянуть, что изначально гиками звали цирковых уродцев, которые откусывали головы живым курицам и вытворяли прочие мерзкие вещи на потеху публике. Довольно часто гиков путают с нердами, но по факту они довольно сильно отличаются. Настоящие нерды интересуются больше научной, нежели развлекательной стороной своих увлечений. Они более замкнуты и нелюдимы, и немного более похожи на сумасшедших ученых из популярных фильмов. Did you just call me a nerd? Geek? Ну что ж, сегодняшний рассказ получился у меня довольно подробным. Я даже сам не ожидал, когда садился писать сценарий, что все получится, ну, настолько развернуто. Тем не менее, когда мы уже описали все базовые понятия, в следующий раз нам будет гораздо проще поговорить о более конкретных вещах. Например, чем же все-таки отличается Амери Трэш от Евро? А на закуску у меня есть еще одно слово из словаря настольщика, истинное значение которого знают, оказывается, очень немногие. И это слово Манчкин. Нет, это не порода кошек и не живон из страны Оз. Манчкинами в настольных играх называют игроков, готовых на все ради победы. Даже в том случае, если эта самая победа не является целью игры как таковой. Именно на этом и построена известная одноименная настолка, название которой все никак не могут прочитать правильно. Манчкины не против подставлять друзей, мешать другим игрокам и даже жульничать, чтобы добиться на конец победы и стать самыми крутыми, самыми сильными, самыми лучшими и всех нагибать. Интересно, что на этот счет думают психологи? На этом наш сегодняшний выпуск настольного словаря подходит к концу. Обязательно пишите в комментариях, о каких еще настольных игровых терминах вы хотели бы узнать. И до новых встреч на канале и не только. Пока! Не знаете, где купить настольные игры? В магазине Игровед сотни игр на любой вкус.